Добрый день, уважаемые дружинники, преподаватели и студенты, представители Министерства образования Челябинской области, городского и районных управлений образования, директора школ, родителей и гости. Меня зовут Георгий Сидых и я рад приветствовать всех вас здесь, в актовом зале Челябинского государственного педагогического университета, на финале городской интеллектуальной игры для школьников «Русский мир». Игра создана и проводится Челябинским государственным педагогическим университетом при поддержке Управления по делам образования города Челябинска и в этом году посвящена 400-летию дома Романовых. Проект «Русский мир» появился в далеком 2001 году. С тех пор в игре приняли участие несколько тысяч школьников города. Кто-то из них уже поступил в вузы нашей страны и кто-то даже их успел закончить. Немалое количество игравших и окончивших ЧГПУ сейчас помогают детям готовиться к нашей игре. Только в этом сезоне играли 140 дружин из 75 учебных заведений города Челябинска, а это около полутора тысяч человек. До городского финала добралось лишь 9 дружин из 6 школ, лицеев и гимназий. Дорогие друзья, внимание на победителей полуфинальных игр интеллектуальной игры для школьников «Русский мир». Переходящие знамена игры «Русский мир» внести. И еще раз, друзья, вашими громкими аплодисментами встречаем почетный караул Каденов. «Русский мир», 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 «Русский мир А теперь ваши аплодисменты я прошу подарить не только нашему почетному караулу, но и участникам финала 13 сезона игры «Русский мир». Встречаем, друзья! Итак, сегодня играют младшая возрастная категория, победители прошлого сезона 80-я гимназия, победители игры в Курчатовском районе 26-я гимназия, победители игры в Советском районе 145-я школа, средняя возрастная категория представлена следующими школами, победители игры в Тракторозводском районе школа номер 59, победители игры в Калининском районе и игры прошлого сезона 150-я школа, победители игры в Курчатовском районе 26-я гимназия, в старшей возрастной категории играют следующие школы 26-я гимназия, победители игры в Курчатовском районе 35-й лицей, победители игры в Советском районе гимназия номер 80, Игра «Русский мир» уникальна тем, что не имеет ни российских, ни западных аналогов. Она обращает детский взор к истории Отечества, к истории наших предков, учит уважителя относиться к духовному наследию и общенациональным ценностям, развивает память, мышление, интеллект, способность к импровизации и готовность к взаимопомощи. Словом, эта игра для тех, кто действительно любит Россию. Слово предоставляется начальнику управления по делам образования города Челябинска, человеку, благодаря которому существует игра «Русский мир». Светлане Викторовне Портье. Уважаемые участники игры, уважаемые жюри, уважаемые родители и педагоги, все присутствующие в этом зале. Сегодня особенно приятно подниматься на эту сцену, потому что тринадцатый раз встречает эта игра интеллектуалов, тех, кто каждый день, каждый час изучает свою историю. Дорогие друзья, мне хотелось пожелать каждой команде сегодня успеха, ведь они готовились, и каждый из них сегодня хочет быть победителем. Но побежденных не бывает, или победителей будет больше. Пожалуй, мы пожелаем успеха всем сегодня. Уважаемые коллеги, уважаемые педагоги, вы вносите огромный вклад в интеллектуальное развитие каждого учащегося. Вот такая игра, как русский мир, она, конечно, позволяет, позволяет больше узнать детям, позволяет больше понять тех истин, которые необходимо понять. Поэтому позвольте поблагодарить всех вас, пожелать удачи, пожелать победы тем, кто сильнейший в этой игре. С праздником! Слово предоставляется начальнику управления воспитания и дополнительного образования Министерства образования Челябинской области, кандидату социологических наук Ирине Викторовне Анфаловой. Уважаемые коллеги, наставники сегодняшних команд, уважаемые участники сегодняшнего финала, родители, все, кто сегодня присутствует в этом зале, от имени Министерства образования и науки Челябинской области я хочу в первую очередь сказать огромное-огромное спасибо, во-первых, автору этой игры, во-вторых, Челябинскому государственному педагогическому университету и, конечно, управлению образованием города Челябинска. Потому что вот уже 13-й раз, благодаря усилиям, совместным усилиям всех, кого я сегодня назвала, сейчас назвала, эта игра не просто существует, она развивается, она живет, она все время принимает в свои ряды все больше и большее количество участников. Это здорово, это нужно сохранить, и я не побоюсь сказать с этой сцены, что игра «Русский мир» действительно аналогов нет нигде этой игры. Она занимает достойное место в копилке колоссальных, красивых мероприятий Челябинской области, которые воспитывают чувство патриотизма и любовь к истории родного края, родной страны. Поэтому сегодня всем присутствующим в этом зале я желаю не быть побежденными, а быть только победителями, продемонстрировать самые лучшие знания, умения, все свое творчество и, естественно, приобщиться, еще раз приобщиться к истории, к ценностям, к культуре и к традиции русского народа. Всем, всех еще раз с праздником, с началом финала. Спасибо. Друзья, ну и прежде, чем начнется первый бой, позвольте вспомнить слова Александра Сергеевича Пушкина о том, что ни за что на свете он не хотел бы переменить свое отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, той истории, которую дал нам Бог. Переходящие знамена городской интеллектуальной игры для школьников «Русский мир» вынести подчетных... Почетных... Уважаемые дружинники, подружные аплодисменты болельщиков, вы можете занять места в зрительном зале. Всем удачи сегодня! Чем громче аплодируют болельщики, тем всегда лучше играют команды. Не забываем про это правило. В основе игры «Русский мир» лежит традиционное для России число 3. Это и птица-тройка, и три богатыря, и даже флаг у нас тоже состоит из трех цветов. Так играть мы будем в трех возрастных категориях с тремя дружинными командами в каждой. Содержание рассчитано на 7 областей знаний. Это русская история и литература, русское искусство, материальная культура, праздники, обряды и обычаи, православные духовные ценности и фольклор. За всеми этими баталиями с пристрастием сегодня будут наблюдать члены нашего глубоко уважаемого жюри. Итак, друзья, сегодня все выступления на этой сцене оценивают доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой литературы Челябинского государственного педагогического университета, Татьяна Николаевна Маркова, профессор кафедры отечественной истории ЧГБУ, Нина Павловна Шмакова, и, безусловно, председатель жюри, человек, которого мы очень хорошо и давно знаем, преподаватель института дополнительных творческих педагогических профессий Челябинского государственного педагогического университета. И, друзья, что самое важное, автор игры «Русский мир» — Олег Павлович Евдок. Ну что же, сейчас перейдем к первому вопросу нашей игры. Ни одного балла ни одной команде он не принесет. Но кому-то из вас, уважаемые дружинники младшей возрастной категории, обращаясь сейчас именно к вам, он принесет подарок от организаторов игры «Русский мир». Подарок для победителя игры со зрителями уже на сцене. Итак, друзья, очень простое условие. Я задаю вопрос, и по первой поднятой руке, и, конечно, правильному ответу, мы вручаем вот этот замечательный подарок. Ну что же, вы готовы? Друзья, я вам не верю сейчас. Вы готовы? Кто из ценовей, царя Ивана Грозного, был причислен к лику святых Русской Православной Церкви? Итак, жду поднятых рук. Есть поднятая рука? Этот царевич, мы любим его участие. Вот, когда я сделала русскую православную церковь. За имя что-то? Вот за это я и люблю участников. В любой даже самой сложной ситуации они находят полный и блестящий ответ. Молодой человек, вы не садитесь, встаньте, вам сейчас все поаплодируют, и подарок однозначно ваш. Друзья, это далеко не последний вопрос и подарок за правильный ответ в игре со зрителями. Ну а так как в этом году игра посвящена 400-летию Царского дома Романовых, то для победителей игры будет сегодня и особенный приз. Ну что же, на этом об условиях и нашей игре все. Пора в нее уже сыграть. Первые тройки игроков, младшей возрастной категории, на сцену. Итак, сейчас команда болельщиков начинает помогать каждой дружине. 80-я гимназия. 26-я гимназия. 145-я школа. Русь. Россия. Держава. Создавать державу 400 лет назад вслед за династией Рюриковичей продолжила династия Романовых. Много было сделано для независимости и величия нашей страны царями и императорами этой династии. Именно при них Россия стала всемирно известной империей. При их правлении за державу не было обидно. Друзья мои, каждая игра «Русский мир» имеет одно условие. Должны быть созданы абсолютно равные условия для всех ее участников. И за моей спиной уже появляются три матрешки. На дне каждой матрешки номер, согласно которому команды располагаются на нашей сцене. Команда под номером 1 за мной и немного справа. Команда под номером 2 прямо за мной. Команда под номером 3 слева от меня. Итак, друзья, по результатам жеребьевки. Сегодня первыми получают все задания. И я уверен, что справляются с ними дружинники 80-й гимназии. Продолжают борьбу дружинники школы номер 145. Ну и ставят финальную точку в каждом бою, в каждом поединке дружинники 26-й гимназии. Наградные щиты на сцену внести. Друзья, именно на этих наградных щитах сегодня будут укрепляться все награды, заработанные дружинами в ходе боев в нашей игре. Итак, в случае, если задание было отвечено абсолютно правильно, команда получает звезду, которая приносит в копилку ровно 2 балла. Можете посмотреть на экране, сейчас она изображена. Если команда пользуется подсказкой или недостаточно полно отвечает на поставленный вопрос, ей присуждается медаль. Выглядит она следующим образом. Внимание на экран. Ну и наконец, последняя, третья награда игры «Русский мир» это «Георгиевский орденский крест». Эта награда приносит командам уже 3 балла и заработать ее можно только в одном бою последнего завершающего третьего поединка. Уважаемые дружинники, сейчас хочу обратиться к вам. Напомню, что можно пользоваться подсказками. В нашей игре ровно 3 разрешенные подсказки. Первые 2, которые я сейчас назову, в случае правильного ответа принесут вам 1 балл. Это «Помощь зала» или «Выбор из трех вариантов ответа на текущий вопрос». Эта подсказка, как вы знаете, работает только в одном конкурсе. Об этом, я думаю, все помнят. Но есть также подсказка, которая принесет 2 балла. Называется она «Вольный казак». В этой подсказке на сцену поднимается любой школьник младшей категории, если мы играем с младшей возрастной категорией, и отвечает на заранее подготовленный вопрос из истории российского казачества. Особенно акцентирую ваше внимание, друзья, сегодня финал. Игра очень ответственная, поэтому прошу никаких подсказок из зрительного зала. Любой жест, любая фраза сегодня может быть оценена как подсказка. Ну что ж, уважаемые дружинители, вам удачи и аплодисменты! Поединок. Первый. Бой. Первый. Мудрость народа передавалась из поколения в поколение. Сегодня мы можем подчеркнуть ее из книг, а раньше такие знания передавались из уст в уста в виде пословиц и поговорок. И сегодня до нашей игры дошли ровно три известные русские пословицы. Команд прошу продолжить пословицы, начало которых вы сейчас получите. Карточки на сцену! 30 секунд команды совещаются и продолжают начало известной русской пословицы. 30 секунд размышления начались. Для тех, кто не часто гость на нашей игре, друзья, прежде чем ведущий дойдет и спросит, можно легко посмотреть на лица наших дружинников. Если есть улыбка, значит ответ уже правильный, готов. Я вижу улыбку у двух дружин на данный момент. Значит, две награды, видимо, уже можно готовить нашим уважаемым церемонимейстерам. Сейчас узнаем, насколько я прав в этом утверждении. Ну что же, уважаемые дружинники 80-й гимназии, начало пословицы. Покажите, пожалуйста, начало. На то и щука в реке. Чтобы карась не дремал. И участники 80-й гимназии зарабатывают первую награду. Продолжим мы вместе со 145-й школой. Итак, начинается пословица следующим образом. Не все коту масленица. Подсказка вольный казак. Итак, казак 145-й школы на сцену. 145-й. А разве так надо своих героев встречать? А кто из зрительного зала, может быть, знает, как продолжается пословица? Младшая, вот есть девушка, вот вы, в галстучке, такая красивая. Как продолжается? Все, поэтому масляница будет и великий пост. Будет и великий пост. Вот такой был правильный ответ. А ну что ж, казачка к нам прискакала. Как вас зовут, красавица? Юля, ну что же, Юлю мы сейчас поаплодируем. И я уже готов задать вам вопрос. Скажите, пожалуйста, какое казачье войско располагалось на реке Волги? У вас есть 30 секунд, чтобы подумать. Какое казачье войско располагалось на Волге? Воложское. Астраханское. Астраханское войско. Ну что ж, друзья, вам ваши аплодисменты нашей казачке. Ну и последняя пословица у нас осталась. И так начинается мы следующим образом. На всякого мудреца... Довольно простуды. И они сравнивают счет со своими соперниками. Две награды на сцену внести. Две звезды сегодня зарабатывают в первом бою первого поединка. 80-й, 26-я гимназия. В трудные минуты жизни наши православные предки всегда обращались за помощью к иконам. И чаще всего она приходила. Уважаемые дружинники, сейчас ваша задача определить название известных русских икон. И так, для вас будет икона под номером 1, для вас под номером 2 и, соответственно, для вас под номером 3. Уважаемые дружинники, вы готовы? Внимание на экран, 30 секунд на размышление. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Все мы помним, ребят, результат жеребьевки. Первыми отвечают дружинки 80-й гимназии. Итак, название иконы. Вот что сейчас я хочу услышать. Я слышу, что команда еще совещается. Возможно, будет другой исход сейчас этого ответа. Что решаем, ребят? Это апостол Павел? Нет, к сожалению. Вот, обратите внимание на экран, иконы святого ангела-хранителя. Так называлась именно эта икона. Продолжает 145-я школа. Ребят, для вас была икона под номером 2. Уважаемые зрители, вы ее видите сейчас на экране. Что же это за икона? Мы берем подсказку помощь зала. Подсказка помощь зала. Кто готов помочь, кто готов сказать нам точное название этой иконы. Итак, я вижу девушку в фирменном костюме вашей команды. Спрашиваем ее. Пожалуйста, встаньте и очень громко, уверенно скажите. Это икона в промышленности евро. И вы зарабатываете медаль в своей команде. Вас с этим поздравляю. Друзья, ну это финал. Задачи тут довольно сложные. Вопросы тоже очень и очень непростые. 26-я гимназия. Надеюсь, сейчас я услышу правильный ответ. Итак, икона под номером 3. Спасни рукотворный. И они делают это. Они зарабатывают свою награду. Итак, награды от нас. Итак, два коя у нас за плечами. Лидирует на данный момент 26-я гимназия. Но пока еще далеко не все потеряно. Впереди еще все самое интересное. Так что, уважаемые дружинники, соберитесь, подтянитесь и покажите, на что вы способны. Поединок 3, бой 3. Раньше царя в лицо знали абсолютно все. Посмотрим, смогут ли узнать наши дружинники государя, носившего фамилию Романов. Уважаемые дружинники, внимание на экран. Сейчас вы увидите изображение. И 30 секунд у вас есть на размышления. Поехали. Итак, в зале сейчас я попрошу тишину и избежать лишних жестов. Вот об этом жесте, примерно, сейчас говорил. Так не делаем. В следующий раз команду штрафовую. Важаемые дружинники, прошу закрыть ваши фломастеры. Больше ничего не дописываем. Я называю правильный ответ, у кого он совпадает. Поднимайте табличку вверх. Готовы? Итак, Николай Первый это был. Проверяем. У меня есть одна любимая фраза. Семь лет я не устаю говорить ее на каждой игре «Русский мир». Всем трем дружинам награды на сцену. Итак, первый поединок за плечами. Это была, я бы сказал, разминка, потому что самые сложные вопросы еще впереди. И, конечно, на них можно будет ответить, немного усилившись. Вторые тройки игроков на сцену. Итак, еще раз проверяем, у кого самая дружная и громкая команда поддержки. Восьмидесятая гимназия. Сто сорок пятая. Двадцать шестая. Вот, а между двадцать шестой и восьмидесятой я еще немножко посомневаюсь, но мне кажется, двадцать шестая чуть погромче была в этом случае. Чем громче аплодируют, тем больше шансов на победу. Восьмидесятая вас меньше, но, как говорится, может быть, вы в тельнячках и сможете так и громко поддержать ваши команды. Поединок второй, бой первый. Я надеюсь, наши дружинники любят сказки так же, как их люблю я. Сейчас по фрагменту анимационного или художественного фильма я попрошу команды определить название русской народной или авторской сказки. Уважаемые дружинники, обращаю ваше внимание на то, что ваш ответ необходимо написать в течение этого фрагмента, больше времени дано не будет. Вы готовы? Внимание на экран. Поехали. Сейчас же утрись и выходи замуж. Удереться утрой. А замуж не выйду? Да как ты, девственная, смеешь отказываться, если этого моя внешняя политика требует? Сердце, батюшка, не заказываешь. Ее труднее будет уйдать. Какого другого? Признавайся немедленно. А я и сама не знаю. Машка, не ври. Умереть не станет. Эй, стража, запереть ее в башне, пока не признается. Ну вот так вот, друзья, в сказках уговаривали выйти замуж. Хорошо, что мы все-таки живем в 21 веке, у нас это делается все по своему желанию. Уважаемые дружинники, вы готовы? Делаем точно так же. Я зачитываю правильное название, у кого совпадает, поднимайте таблички вверх. Итак, сказка эта называлась «По щучьему веленью». Итак, 80-я гимназия. Абсолютно правильный ответ «По щучьему веленью» по моему хотенью. Что есть здесь? Емеля и щука. Такой вариант, но по-другому, ребята, называлась эта сказка. Какие тут варианты? Мария, и дальше я не хочу читать, одну награду, одну звезду для 80-й гимназии. Подглядел ее на сцену. Говорил же, что далеко не все еще решено. Равное количество очков сейчас у 26-й, 80-й. Искренне каждой дружине, каждой команде сейчас желаю удачи и перехожу дальше. Поединок второй, бой второй. Число семь, как и число три, знаковое для игры «Русский мир». В нашей игре ровно семь областей знаний. Друзья, ну и в старину письма или какие-то послания передавали совершенно интересным способом с помощью стрел. До нашей игры долетело ровно семь стрел на каждой стреле по одному вопросу. Итак, стрелы на сцену. Вот так это все, друзья, выглядит. На каждой стреле небольшое послание. Команды сейчас разворачивают свой вопрос. 30 секунд они завещаются и находят хороший, правильный вариант ответа. Уважаемые дружинники, в этом бою разрешена подсказка три варианта ответа. У вас остается буквально 15 секунд, чтобы найти правильный вариант. После чего мы узнаем, какие же награды наши команды заработают через пару минут. Ну что же, закончилось время на размышления, спешуя в 80-й гимназии. Ребят, категорию вопроса зачитайте, то, что слева написано. Литература. Кто из русских князей присутствует на тризне плачевной Олега? Три варианта ответа. Итак, князь Владимир Красно-Солнышко, князь Святослав, князь Игорь и княдиня Ольга. Итак, кто из русских князей присутствует на тризне плачевной Олега? Князь Владимир Красно-Солнышко, князь Святослав, князь Игорь и княдиня Ольга. Ваш вариант? Вы считаете, что это князь Святослав? К сожалению, неверный ответ. Это князь Игорь и княдиня Ольга. Но мы продолжаем вместе со 145-й школой. Категория вашего вопроса, пожалуйста. Православные духовные ценности. Какой известный воин в схеме стал Алексеем, оставшись для нас Александром? Итак, тоже три варианта ответа. Итак, это либо, я прошу, тишину в 80-й гимназии, дружина. Дружина в 80-й гимназии, тишина. Итак, это либо Александр Суворов, либо Александр Невский, либо Александр Пересвет. Три Александра на выбор. Кого выбирает команда? Даю ровно три секунды сейчас на размышления. Александр Суворов, Александр Невский, Александр Пересвет. Ваш ответ? И ваши аплодисменты! Правильный ответ! Александр Невский! 26-я категория вашего вопроса. Материальная культура. Именно эту игрушку словарь Даля называет чебурашкой. Неваляшка. Неваляшка, отвечает команда. Немножко по-другому называется игрушка, но суть в общем-то та же самая. Олег Павлович, принимаем такой ответ? Мешаю. Итак, Неваляшка был вариант ответа на этот вопрос. Именно эту игрушку словарь Даля называет чебурашкой. Правильное название, то, которое закладывали организаторы игры «Русский мир», на мой взгляд, очень близко. Я сейчас специально его не оглашаю, пока не услышу вердикт Олега Павловича Евдака. Давайте поаплодим вам Олегу Павловичу, сейчас и всем трем членам нашего жюри. Непростая работа следить за игрой, постоянным искусством. Жюри посовещалось и вот решилось, что один балл можно дать. Правильный ответ это Ванька-Встанька. Один балл ваш. По-другому называлась игрушка. Ну что же, награды на сцену я прошу все-таки ввести. Две медали. Как мы все знаем, русский язык один из самых сложных языков для изучения иностранцами. Дело в том, что запас слов у нас просто огромный. Какие-то слова у нас появляются, какие-то слова исчезают. И сейчас мы поговорим с командами о тех словах, на которых говорили наши предки. Ровно семь слов достанется сейчас каждой дружине. Задача за одну минуту найти значение или вспомнить всех семи слов. Итак, карточки на сцену. Одна минута на размышления началась. КОНЕЦ Время на размышления Субтитры подогнал «Симон» И стекло я прошу отвечающего от каждой дружины сделать два шага вперед. От каждой дружины. 145-я, кто у вас будет отвечать? С этой секунды на сцене и в зрительном зале воцаряется абсолютная тишина. Ну вы знаете, наверное, не вижу ваше имя, и как зовут вас? Евгений, вы знаете главное правило, которое я очень люблю говорить для этого конкурса? Перед тем, как мы начнем отвечать на вопросы, надо очень широко улыбнуться и послушать аплодисменты. Итак, первое ваше слово это доколе? Это до этого времени. До этого времени. Вот такой ответ. Принимаем. За стенок. Тюрьма. Принимаем. Лачуга. Веткое жилище. Веткое жилище. Принято. Обедня. Служба в храме до полудня. Служба в храме до полудня. Принимаем. Бертанка. Винтовка. Винтовка. Принято. Самодержится. Царь или император. Царь или император. Будем просить и уточнить? Не будем. Принимаем. Часовня. Церковь без алтаря. И это семь правильных ответов. И однозначно. Однозначно звезда. А 145-е. Давайте не будем забывать о главной традиции этого конкурса. Улыбнемся. Послушаем аплодисменты. И только после этого расскажем, что же означает слово Даха. Ну, земледельческий инструмент какой-то, да? Нет, это шуба. Мехом наружу. Зипун. Кафтан. Верхняя одежда. Принимаем. Лелеять. Ну, жалеть кого-то. Принимаем, я думаю, да? Лелеять, жалеть. Принято. Авин. Приспособление для сушки хлебов. Принимаем. Почивать. Спать, отдыхать. Почивать, прошу прощения, конечно. Спать, отдыхать, говорит нам дружинникца. А абсолютно правильный ответ принимается. Свара. Нет. Свара это ссора или брань. Челнок. Челнок это лодка, грубо говоря. Ну что ж, вам аплодисменты. Единственная девушка, которая отвечала на вопрос архаизмов. Непростые они сегодня, конечно же. Финал. 75 школ, и вот они лучшие люди, лучшие знатоки архаизмов. Ну и что ж, продолжим. Что надо сделать вначале? Вот она, шикарная улыбка. Итак, первое ваше слово это трогни. Сани. Сани. Небольшие деревянные сани. Принимаем ответ. За худалой. Хиленький. Недоразвитый. Хиленький, недоразвитый. Вот такой вариант. Обедневший, разорившийся. Ну может быть, конечно, обедневший человек хиленьким. Но тем не менее, следующее слово ваше это лекарь. Врач. Врач. Принимаем, конечно. Оброк. Оброк это побор принудительных христиан. Принимаем такой ответ. Подчевать. Угощать, кормить. Угощать, кормить. Принято. Софьян. Кожа для... Из которой делают обувь. Принимаю, я думаю, да? Принимаю. И последнее слово это чело. Чело. И еще один блестящий результат от Егора, насколько я могу понять, побычку. Две награды на сцену внести. Секундочку. Секундочку. Награда одна. 80-й школы 7. 26-я 6. 45-й, 145-й 4. Поэтому большая награда у нас. 80-я школа. Значит, с минимальным преимуществом, так и 80-я гимназия получает свою награду. Уже находится, я так понимаю, она на наших наградных лентах. Но мы продолжаем. Я приглашаю на эту сцену третьей тройки игроков. Друзья, напомню, что нашу игру можно обсудить на сайте вконтакте.ру. Есть там группа, которая так и называется, игра для школьников «Русский мир». Там фотографии с наших игр. Там, безусловно, все полуфиналы. И финал тоже обязательно будет в формате видео. Ну и кроме этого можно пообщаться, обсудить конкурсы, выдвинуть какие-то свои предложения. И идеи общения всегда рады и открыты. Ну а за моей спиной уже стоят три дружины. Девять человек в каждой. Мой любимый конкурс, открою вам тайну, самый веселый, самый зажигательный. По сути, именно знания здесь нужны несколько косвенно. А вот способность к импровизации... И, Олег Павлович, вы на меня так внимательно смотрите, я не могу... Я смотрю, потому что есть апелляция от 145-й школы по поводу Щука и Емеля. Да, Емеля и Щука. Сказка как угадана, в принципе. Название не угадано, но сказка не угадана. Поскольку мы пошли навстречу в одной школе, то я думаю, что будет логично пойти и в другой. Медаль 145-й школе. Друзья, это финалы. В финале борьба действительно очень и очень тяжелая. Именно поэтому медаль для 145-й школы появляется на наградной ленте. У нас остается один бой, и на самом деле он еще может что-то решить. 5 баллов у 145-й и 8,8-й. В общем-то, разрыв 3 балла. Именно столько и можно будет сейчас заработать. Но все-таки продолжу рассказывать про третий поединок. Это, как я уже сказал, мой любимый конкурс. Я начинаю сказку одним предложением. И потом по одному предложению от каждого дружинника мы эту сказку попытаемся продолжить. 80-я гимназия. Ваш выход. Вперед. Слушаем аплодисменты. Ну что же, ваша сказка будет начинаться следующим образом. Сломался меч Ульи Муромса, а прямо на него чудо-юдо летит. Он испугался его и отправился к мудрецу. Спросил, можешь починить мой меч волшебными своими силами? А он ему ответил, исполни мои три желания. Первое желание мудреца было найти волшебную сталь, из которой все мечи получаются волшебные, и этим мечом нельзя проиграть. Ходил Илья, ходил, и видит, стоят люди, стоят люди, в руднике работают. Просит у них, есть ли у вас железо, а они ему и говорят, ну и бери попремолодец. А второе желание было найти волшебную палочку, которая исполняет три желания, только если скажешь три слова. Долго искал он эту палочку, видит, добрый молодец сидит на пеньке. Видит его, и у него была палочка. Спросил у него, можно у тебя палочку взять? А он добрый был, и отдал ему. Следующее желание было найти волшебную золотую наковальню. Вот пошел он в дремучий лес, идет, идет, а встречается ему, встречается ему кащей бессмертный. Тот с ним поговорил. Поговорил и отдал ему эту наковальню. Пошел он обратно, Илья Муровец, к мудрецу. Тот сделал ему меч. Илья Муровец ушел и победил Чудо-юдо. Да вот все-таки главное, добро-то у нас все-таки победило. Ребят, вы скажите, где вот ту сталь брать, а я трактору Челябинскому позвоню, клюшки ее сделаем. Не против? Занимайте вашу позицию. На сцене следующая сказка от 145-й школы. Итак, начинаться она будет следующим образом. Вышел ежик из тумана, а прямо перед ним лиса стоит и ухмыляется. Говорит лиса, что ж ты тут делаешь, ежик? Я яблоки собираю, в зиме готовлюсь. Ежик говорит, а можно мне с тобой? А дальше было вот что. Сами отвечают. Сами отвечают. Конечно, можно тратить. Они согласились вместе и дружно перезимовать всю зиму. Наедались яблоками, пекли яблочные пироги. Были они очень счастливы вместе. Наступила весна, и их дружба была вечной. Мне кажется, из молодого человека получится прекрасный свой день. Представляете, приходит он на экзамен, он спрашивает, на кой был первый цель? Говорит, а вот знаете, дальше было вот что. И все. И следующий студент подходит и отвечает. Все будет четко и понятно. Ну что же, 26-я. Ваша попытка получить 3 балла. Диордевский орденский крест. А вот заметьте, как интересно получается. Я в одну сторону, а девушка от меня в другую. А я снова все-таки пойду. А вы знаете, я так могу всегда ходить. Сказка это вещь импровизационная, поэтому я начну именно с вас теперь. И вот уже все, никак на... Готовы? Да, резала девушку. Вы мне не бойтесь. Я добрый, очень хороший человек. А сказка ваша будет начинаться следующим образом. Достал Иван Царевич живую и мертвую воду. Да перепутал. И вместо живой мертвую выпил. А тем временем у него заболела бабушка. И решался он ее как-нибудь вылечить. Идет, идет, чтобы вылечить бабушку, а навстречу белый волшебный куст шиповника. И говорит ему этот куст, чтобы вылечить свою бабушку, пострадать ты должен уколоться об меня. Делать нечего. Режу на уколоться. Укололся он на куст шиповника. Укололся он на куст шиповника. Но подействовала на него мертвая вода. И он упал. Тогда куст шиповника еще раз его уколол. И вот ожил Иван Царевич. И побежал скорее свою бабушку лечить. Бабушка выздоровела. Так как во всех добрых сказках все кончается хорошо. Я уверен, что в любой ситуации в своей жизни наши дружинники никогда не пропадут. Им всегда найдется что-то, видите, что сказать. Согласны со мной? Сказки, по-моему, получились достаточно веселыми. Но есть все-таки критерии оценки. Три балла максимум. Итоги конкурса сказки. Слово Олегу Павловичу. Ну вот на максимум ни одна сказка не потянула. Поэтому жюри предлагает каждое их дружине по одному баллу. Это финал судейства. По медали. Это финал, как я уже сказал, судейство очень и очень строгое. Поэтому три медали на сцену. Ну что же, можно уже потихонечку начать считать. Последняя медаль сейчас обязательно окажется на наградной ленте. Друзья мои, давайте начнем пока со 145-й школы. Девчонки, дайте нам, пожалуйста, посмотреть. Итак, у кого пятерка по математике, помогайте мне. Так, что-то интересное там происходит. Давайте пока 26-ю посчитаем. Итак, 26-я гимназия. Сколько баллов? 8 баллов. 80-я гимназия. Наконец-то появилась медалька. Это? 9 баллов. Ну и теперь, все честно, 6 баллов у 145-й. Равный бой для 26-й 145-й прошел. Ну а вот победители. Городской интеллектуальной игры «Русский мир». Среди 75-ти школ города Челябинска. Гимназия номер 80. Я прошу дружинников под громкие аплодисменты зрителей спуститься в зрительный зал. Ребят, можно возвращаться обратно в зрительный зал. Награждение состоится после игры в старшей возрастной категории. 80-й. Еще раз с победой. Еще раз вам звучат аплодисменты. Аплодисменты.